Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в этом видео я хочу протестировать свою новенькую GoPro 8. Я первый раз выезжаю вместе с ней, так что я не знаю, что меня ждет в плане качества звука. Дома, конечно, звук я протестировал в шлеме, был вроде бы сносный, но не знаю, как она сейчас будет в реальных условиях. Я надеюсь, что все будет замечательно. Блин, погода у нас что-то похолодала прям последние деньки. Жесть. Ну, в целом жизнь налаживается, это я рад. Магазины уже открылись, так что можно. Решил сгонять вас до магазина, купить что-нибудь по мелочи, так, на вечерок, под кинчик, наверное, каких-нибудь орешков или чипсов куплю себе сейчас. Кстати, вот с этой камерой я дома снимал, записывал на другом канале один ролик. Качество картинки мне понравилось, обалденно. То есть я снимаю обычно на Sony Alpha 6300, какие-то такие стационарные ролики. Но я снял на G2 GoPro один ролик, и знаете, качество, ну, чуть-чуть похуже. Но при этом записывать удобно, комфортно, и звук нормально сразу пишет. Кстати, я ее использую с этим, с медиамодом. Это такая новая приблуда, которая подходит только к восьмой GoPro. Там есть несколько дополнительных микрофонов, то есть передний, задний и еще один, по-моему. В общем, можно выставлять, какой микрофон тебе надо. То есть если ты снимаешь от себя, то, естественно, говоришь, получается, за камерой, то включаешь задний микрофон и, то есть избавляешь себя от шумов ветра. Когда ты на себя направляешь, то включаешь просто фронтальный микрофон. Соответственно, тебе взад ничего задувать не будет. Очень удобная штука. Но единственное, что камера немножко становится чуть больше в габаритах и потяжелее. А в остальном пока я минусов не вижу. А, да, еще один минус. Вот как сейчас она у меня на шлеме, то под дождем не знаю, как оно будет. Вроде как с арматокамера до 10 метров можно под водой использовать. Но вот этот приблуда, медиамод, он как бы водопроницаемый. Поэтому как он под дождем себя поведет, если, думаю, маленький дождик будет, наверное, ничего не случится. Ну, я вот, не знаю, боюсь. Поэтому меня немножко обламывает. Вот когда, если покатушки какие-то записывать, то снимать этот медиамод, получается, писать без звука. Потому что под звук надо еще какой-то адаптер специальный покупать. А он, сука, стоит что-то 60-70 евро. Только переходничок оригинальный. То есть неоригинальных я пока что не видел. Под эту камеру. Поэтому брать только оригинальный придется. Тогда, в принципе, можно будет и под дождем ехать. И она будет поменьше. Хотя сам адаптер тоже он такой немножко здоровенький. Не просто переходничок, а такой по объему большой. Засранец. Не знаю, я вот сейчас думаю. Напишите свое мнение в комментариях, что вы на этот счет думаете. Какие опыты у вас... Какой опыт у вас был с подобными камерами, с адаптерами. Ну, кто записывал. Так, ну куда ты едешь, блин? Чудик. Так, 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 что бы взять? Орешки или чипсы? Возьму вот эти орешки. Так, зеленые все. Чё бы такого взять-то, а? Чё-то хочу, сам не знаю, чё. А, рыбу. Танка. Мой старый шлем. В общем, мне было чё-то впадло снимать шлем, и я решил зайти из шлема. Все равно, вроде как, в маске должен заходить и снимать шлем, одевать маску постоянно. Так, в принципе, я бы успел. Ну ладно. Лучше подождем. Спешить нам некуда сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!